Мы только что отведали Гиннесс, и хочу заметить, что, может быть, для многих это является просто образцом пива, альфа и омега. Наше мнение, оно, может быть, негативно прозвучало там, или еще что-то. Оно негативно. Можно взять банку так и кинуть на офигу. Киньки на улыбку, что ли. Всем привет, это Саша Гетт, это Гоша Грибс, и проект Первая Варка. Первая Варня Беря Брю. Сегодня мы снимаем обзор ЧБ. И сегодня это ЧБ, действительно, ЧБ, потому что за Че у нас отвечают вот эти вот три баночки. Это ирландский, шотландский стаут от трех производителей. Какие-то они старейшие все в Ирландии, в Шотландии, в Бургундии, в Нормандии. Все, не руль, Саша, я молчу, я только пробую. Начнем с Гейлса, это самая известная торговая марка Ирландии в современном мире в наше время. Самая попсовая, наверное. Нет, ну, много, наверное, торговых марок в Ирландии. Многие не связаны с пивом, существуют. Многие связаны с какими-то группами повстанцев. Многие есть еще с чем-то. Но это самая узнаваемая, самая популярная, Гиннес-Дрот. Под Москвой поделилось-то? Нет, это импортный вариант, все полностью. Мне вот интересно, что это вот иероглиф. Это, по-моему, пиво, которое у израильчан отняли вот здесь на банке. Не понятно. Не важно откуда. Главное, что несваренное все это не в клину. Пивоварня ведет свое летоисчисление с 1759 года, так что предполагаю, что именно с этого времени она вот это вот все и варит. Все это ирландский. Мне очень нравится вот цвет, когда детям несколько наводишь. Не удивляйтесь нашему третьему стакану. Это наш оператор, дегустатор. Ну, то есть капсула присутствует, азотная, мы никого не обманываем, но это действительно импортный вариант. Ну, чем я могу? Я Гиннес, я пробовал. Я Гиннес пил один раз в жизни, только тогда, по-моему, у клинического завода еще вообще не существовало. А может и существовало. В любом случае, я думаю, что это был все-таки оригинальный Гиннес. Вот. С тех пор, это было году, наверное, в 2002-м, с тех пор много воды утекло, я его никогда не пил. У Гиннеса, наверное, за счет азотной капсулы, пузыри не то что мелкие, они просто нано-пузыри. Потому что вот это вот... Как пыль, пузыристая пыль. Да, если вы посмотрите, то размазывается просто по стакану, как будто пенка. Ты говори так, ты не наставь на паузу. Ну, мы когда были полтора года назад в Европе и покупали там Гиннес точно в таких же банках. Вот ты говоришь, он импортный, то есть льется не у нас, да? Нет. Он абсолютно другой по вкусу в таких же банках, продающихся в Европе. Ну, тут еще хранение, транспортировка. Нет, нет. Я посмотрел, Гиннес, он на самом деле, там не только дрот, он может быть разный будет. Нет, нет, именно вот, Саша, именно такие же банки брали, он очень отличается. Брали мы, брали. Я не об этом говорю. Ну, вот именно он Гиннес, а может быть дрот, может лайт быть, может еще что-то, может стронг быть. Ну, так я накидываю. Ну, хорошо. Ну, ладно, в любом случае это как бы не этот, не надо. Это импортное пиво, потому что, судя по ценнику, я знаю просто сколько стоит российский Гиннес, сколько не российский. Это все это в голову. Ну, что, далеко ходить, там ни одного слова по-русски нет на банке. Ну, вот такое ощущение, что, я не знаю, но это или арабский, или еврит какой-то. Иврит. Еврит. Ну, я понимаю, почему я его не пил, потому что все-таки... А мне знаешь, чего не хватает? Вот вроде бы пена такая шикарная, а газы в самом напитке. Ну, это озвучка, я считаю, что это скорее плюс для пива, чем минус, потому что не кусается за язык углекислота, и рецепторы как бы не забиваются, и поэтому... Восприятие более полное. Зачем мы это пьем? Можем пить нормальное пиво. И по какой-нибудь еще чего-нибудь. Ну, да. А давай вскроем карты. Вы видите это видео, наверное, как отдельное, в рубрике ЧБ. Но буквально 5 минут назад мы пили совершенно другой напиток, газированный, хорошо. И вот в сравнении с ним, ну, Гиннес, Гиннес, хороший, но не восхищает. Я думаю, нужно его допить и перейти к следующему. Как варан. Мы будем оценки ставить потом? Что тебе понравилось, что не понравилось, конечно. Оля, допивай, пожалуйста. Все, ладно, хватит про него. Давайте про Мерфис. Пивоварня действует с 1856 года. Ирландский... Я прям поем пока. Стаут. Здесь полное отличие от этих двух баночек. Здесь полный пол-литр, здесь 440, здесь 440. С чем такой объем связан? Не 330, не 05. Да чертов знаю. Пинто, полпинто. Да, вообще, беспалю. Льют как бог на ушку положит. Ты оператору побольше лей. Побереги пищу. Тут хоть какую-то пену. О, смотри, какая хорошая в конце штучка. То же самое. Тоже же, сазобный консоль. Кстати, запах... Они все пишут, я вот сколько читал в интернете, все их пресс-релизы, то, что какие-то шоколадные кофейные тона. Нет, в этом присутствуют. Я не знаю, может... Нет, здесь запах, да, более ярко выражен. Я не знаю, что с этой банкой. Может, его подделывать начали, может, израилетян, как я предположил. Кошерное какое-то там, не знаю... Ну, смотри, вот это пиво годно до 1 января 2017 года. Так. Разлито оно 3 марта 2016 года. То есть, вообще недавно. Да. А это годно до 11-го, 16-го. То есть, практически один в один. Ну, и розлито, наверное, тоже где-то недавно. Ну, знаешь, здесь хотя бы есть вот запах. Потому что вот это я выпил... Опять же, может быть, на фоне предыдущих выпитых напитков так оттенело. Но здесь реально пивной запах присутствует. Это не халмер, потому что я вообще первый раз вижу и пью, поэтому... Здесь запах даже не вот плиточного шоколада или чего-то, а вот такой шоколад, который берут на растопку для готовки. Вот он так пахнет. Промышленный шоколад. Вы услышали мнение эксперта. Ладно, давай. Ваше здорово. Тебе хорошо вытягивается. Так, прям, это бомбер. Наверное, мне больше нравится. Не знаю, мне кажется, вкус та же лажа. Вкус лажа, но поплотнее немного. Я не знаю, может быть, это как раз та самая округлость, о которой все говорят. Но, мне кажется, пиво достаточно лодинистое. Лодинистое, пустое. Увы, я... У меня лучше воды выпить, оставившись. Я сейчас, возможно, какую-то крамолу скажу, но... Я уже сказал. Ты уже говорил, да? Нет, только что. Крамолу. А я вторую крамолу скажу. Лиски стал, ты тот интереснее. Не пил лиски стал. Ну, по крайней мере, там хочется... Я знаю, что узор, конечно, от пьяной. Я специально этот акцент разболтал. Достаточно красивый. То есть, можно бокал декорировать. Если потом лаком как-то набрызгать все это изнутри, ну, будет красиво. Что-то, по-моему, как-то... А мне нравится запах шоколада. У нас появился третий соведущий. Не-не-не, ты меня потом вырежешь. Нет-нет, никто ничего не вырез... В ЧБ никто ничего не вырезает. Только Данькины. Саша не так много налил, слава богу, это написано. Слава богу. Поэтому вот такие вот мы уроды, которые сговняли весь просто... Всю пивоваренную культуру Ирландии. Прямо... Может быть, его надо пить галлонами, тогда... Может, его не надо пить? Не, на самом деле, как бы... Непонятно. Ну, я... Я отношу. Ну, знаешь, Саша, мы не исключаем... Давай не исключать то, что это просто не наш напиток. Да. Поэтому... Зачем мы это видео снимаем? Мы не понимаем. Ну, как бы... Смотрите на это видео через призму того, что мы, наверное, просто не очень любим. Да, смотрите это видео через призму того, что вам нравится, что не нравится через свои вкусовые ощущения. Если вам нравится... Скажем так... Сухой стол. Вот давайте так. Мы уже выпили два напитка. Мне пивом даже в язык не поворачивается назвать. Пивом. Пивом, да. Мерфис интереснее. Только по запаху. Вкус у них абсолютно одинаковый. И третья пива. Тринятый апиток. Тринятый апиток, да. Это, ну, не знаю, по мне, так и будет старейшая пивоварня. Варится с 1719 года. Очень непростая судьба у пивоварни. До середины прошлого века она принадлежала одной семье. Но потом они вынуждены были продать ее уже более крупным игрокам на рынке. После чего были введены несколько достаточно интересных сортов. И в том числе и крафтовых сортов, если уж о том говорить. Но мы сегодня пробуем Биллхевен Блайкс Хотиш Стаут. Крафт, который варится с 2013 года. Ну, попробуем. Что? Ого, он что там? Поговорил с нами. Опять вот этот какао? Да. Это для красоты поставим. Ну так как красоты. Давай, дадим. Эй. Тут уже без азотки, без ничего, ну. Сейчас расскажу. Есть неприятные привычки. Ничего никакого. Один в один все то же самое. Не знаю. Вот. Тебе вообще ничем не пахли в этом? Нет. Вот этот ничем не пах. У этого был приятный запах. Мне понравился. А у этого. Какая-то не очень приятная есть нотка в запахе. Ну, она не критична, скажем так. Потому что, ну, черт знает. Не знаю. Что касается меня, то я не могу выделить как бы этот запах относительно других. По-моему, все пахнет одинаково, более-менее. Пробуем? Да. Я не знаю, по-моему, все то же самое. Я знаю, я знаю. Ну, мы немножко подпились уже. По крайней мере, они все сварены в одном стиле абсолютно. То есть, что касается нас, то тут, на самом деле, немного интересного, да? Достаточно... Ну, а чего мы ждем от этого пива? Дикого охмеления? Нет, охмеления там не будет. Мне не хватает уж, если вы сделали темное пиво, ну, солодости какой-то. Единственное, что хочу сказать про этот сорт, что он дешевле. То есть, если вот эти два по 230 у нас продаются, то это по 180 за... Хочу заметить, что вчера по акции они, по-моему, одинаково стоили. Пятерочки, я обратил внимание. Знаю, что ты приедешь. Ну, я прав в глобусе, поэтому... Хотя, хочу заметить, да, они стоили одинаково, но вот этот безозлотный капсул, это местный был, все я вспомнил. Ну, я бы сказал, что Билл Хэвен для меня самый вкусный. Ну, в нем хотя бы, ну, не знаю, чуть-чуть вкуса какой-то есть, действительно присутствует. Я бы эти три пива расставил в следующую последовательность. Вот это Гиннес, к сожалению. Почему говорю к сожалению? Потому что мое знакомство с этим стилем началось именно с Гиннеса. Не знаю, тогда мне он понравился. Сейчас, может быть, на фоне других напитков смотрится бледно. Я бы поставил на последнее место. Мёрфис за аромат поставил на второе. И на второе же место, ну, или бы они второе и третье разделили, я бы поставил Билл Хэвен. Потому что здесь мне понравился запах, а здесь мне понравился вкус. Вот такой мой вердикт. А что скажешь ты? Ну, вот так бы я их расставил. Гиннес мне нравится меньше всего. Если вы хотите попробовать, действительно, хотите полностью получить от этого стиля максимальный профи, то выбирайте вот это. Если вот этого нет, то Мёрфис пойдет вполне, в принципе, почему бы и нет. Ну, опять же, хочется оговориться в очередной раз, что это исключительно наше вкусовое предпочтение, которое не коррелирует ни в коем образом с вашими. Да, и хотите узнать, что думал об этом мы, мы вам говорим. А на самом деле пробуйте разное пиво. Сходите один раз в магазин, купите все три сорта там, и попробуйте, и составьте свое мнение об этом пиво. А давай знаешь, о чем мы еще поговорим? Стиль. Вот что это за стиль, как он называется? Это стаут? Стаут, да, и вроде как сухой стаут. По алкоголю они все более-менее равны, то есть это 4,2, 4,2,4. По плотности, к сожалению, не знаю, я не могу найти, какая у них начальная плотность, но я думаю, что она более-менее сопоставима у них у всех. По мне так это недостаточно плотное пиво, и вот такому бы пиву я предпочел... Если уж вы хотите выпить темного вкусного пива, то в любом случае вам нужно обратить внимание на крафтовые сорта русского имперского стаута. В России сейчас достаточно много пивоварий варит. Все-таки красный стиль, Саша. Имперский стаут это уже завышенный... Если вы хотите выпить вкусного темного пива, пейте рис, русский имперский стаут. Из тех рисов отечественных, которые я пробовал, по мне, самый вкусный, самый лучший, это Бакунинский сансет. Затмение от Бакунина, по мне, это то, к чему нужно стремиться. И очень удачно у них были одна или несколько варок. Мне очень понравилось. Вот это пиво вполне можно пить из банки. Вы не потеряете никакой ароматики восприятия. Подводим итог. Это не наш сорт. Это не наш сорт, к сожалению. Но наверняка найдутся любители. Поэтому строго не судите. Если любители найдутся и захотят попробовать действительно такого... Ну, чего-то из этого ряда самого лучшего, я рекомендую Биллхэм. Да я, пожалуйста, с тобой соглашусь, потому что, ну, я бы вот так. Из этих трех, Биллхэм, как Саша сказал, и Мерфис. Вот, вообще одинаково. Гиннес, не знаю. Ну, извини нас, Гиннес, но... Гиннес, простите. Мы не виноваты. Уж так день начался, прощение у пива, я сегодня прощусь. Прошу. Друзья, у нас появился рояль в кустах. В этот ролик он изначально не планировался, этот рояль. Но наш товарищ недавно ездил в командировку. В город Абакан. И привез, да вот буквально вчера, оттуда разливное пиво. И странным образом оно совпало с темой нашего обзора. Но оно не могло не совпасть, я сразу отобрал у него это пиво, отдал ему много нашего. Немного, нормально нашего, да. Вот такой ноунейм. На самом деле, это абаканский пивзавод. И, как мне сказали, это Irish Stout, тоже их ирландский Stout. Сразу хочу сказать, что, господа из Абакана, если вы разливаете свое пиво, будьте добры приобрести светонепроницаемые темные бутылки PET, потому что это совсем никуда не годится. А в защиту абаканского завода, хочу сказать, может быть, и не на заводе разливалось все это дело, а в какой-то разливайке они в кейки поставили светонепроницаемые. Ну, согласен, господа абаканские разливатели. Если вы смотрите это разливайте, пожалуйста, все это непроницаемые PET упаковки. Такое замечание от нас. Тут никаких обычных парусов нет, азотных парусов, азотных парусов. Сразу видно, пена белая, а не шоколадная. И, кстати, на свет оно красное. По крайней мере, казалось таковым. Но оно краснее, чем те напитки. Я искал, вчера был на сайте Абакан, абаканского завода, пивзавода, после того, как получил это пиво, и пытался найти у них этот сорт. Не нашел, к сожалению. Но я в любом случае Роману Сергеевичу верю. Если он говорит, что это ирландский ставот от абаканского пивзавода, то я ему верю. Что про абаканский пивзавод можно сказать? С 1980 года рождения он на год младше меня. И на год старше меня. То есть как раз между нами пахнет так же. Нет. Кстати, запах у него довольно-таки... Ну, он более бодинистый, не такой концентрированный. Он пахнет пививо. Но Вектор, в принципе, один и тот же. Нет. У него намного ярче запах, чем у всех вот этих баночных. Нет. Ну, не знаю. Мне показалось, что в принципе строение запаха одно и то же. Но не такой может быть, не такой насыщенный. Смотри на свет. Ну, у нас свет... Коричневый, темный, темный. У нас, темный, темный. Не будет видно. Оль, и нас не будет видно. Фокус другой, поэтому даже нужно не стараться. Ну, в любом случае, пробуем. Это вне конкурса идет... Оно газированное. Ну, да. Тут азотки нет. И как бы разливают это... В общем, вот я упомянул уже Лидский стал, по-моему, да? Вот примерно то же самое. По крайней мере... Поменьше газа, ребята. По крайней мере... Знаешь, меня сейчас просто весь... Не YouTube, наверное, я взмахнулся весь YouTube. Откуда весь YouTube? Рутуб. Наши... Несколько подписчиков меня просто зачморят. Потому что у этого пива есть вкус, по крайней мере. Но, с другой стороны, это вкус разливайки обычной. Просто... И углекислый газ, он забивает на языке весь... Кто-то льет темное, кто-то льет светлое, кто-то покупает это под видом стаута. Но, если бы мы варили дома что-то и назвали это стаутом, то у нас бы вот такое, мне кажется, не получилось бы в домашних условиях вообще никогда. Ну, лучше бы получилось, конечно. Нет, нет, я о другом говорю. Пузырьки, пена, консистенция. Ну, правильно, нет. Здесь... Дома вот такое пиво сварить невозможно. Возможно? Нет, по интернетам ходят рецепты Гиннеса. Я это прекрасно понимаю. Но вы сварите, ребят, солодовую. Вы сварите вот такое, мне кажется. На самом деле, все делается достаточно просто. Мы просто, когда разливаем это пиво, не добавляем эту адекстрозу, все, что сбродило, то сбродило. Тот углекислогаз, который на вторичном брожении остался, тот там остался. А просто нужно как-то приобретать азотную установку, а это очень дорого. И тогда у вас получится вот такое. А еще лучше сменить название, сделать его копченым, например. Оно получится очень плохим копченым пивом, мне кажется. Не знаю, меня по запаху угадали вообще один-вотен. Понимаешь, что характеризует стал? Вот чем он отличается от просто Эли? Ну, здесь, во-первых, нет вот этой вот красивой пенки, которой какао наливается. Здесь этого нет ничего. Видишь, сколько пришлось болтать, чтобы она хоть чуть-чуть порыжела. Ты когда открыл бутылку, оставил белейшая пена просто. У нас, у Леди Винтер, то шоколадный. Ну, судя по тому, что у них на сайте нет этого сорта, там, видимо, это новый сорт, может быть, экспериментальный. Свой совет я вам сказал уже. Ну, как бы... Ребята, правьте пиво. А в целом, в целом, хочу сказать, давайте вот вообще от сталтов отойдем. Это вполне такой хороший пивас, я бы не пил. Рояли в кустах на предыдущем баканском пиве не закончились. У нас еще есть одно пиво, которое тоже носит гордое название стал. Это пивоварня Труэль, на которой мы недавно сварили совместно с другой пивоварней Варяг. Вы, наверное, запутались. Пивоварня Биарбрю, пивоварня Варяг и Труэль. В общем, на оборудовании пивоварня Труэль совместно с пивоварней Варяг... Коллаборационно. Мы варили коллаборационный, нет, не этот сталт. Мы варили... Апа? Апа, который называется «Вождь краснокожий», который появится, скорее всего, в магазинах и барах Москвы. И в Московской области. Где-то в июне. В конце мая, начале июня. Да. Итак, у нас есть вот в загашнике такой сталт. Обратите внимание на упаковку. Это бумажный пакет. Но выдержан в стиле. Да, пакет выполняет слабой функцию этикетки, потому что сама выголокает лично. В течение недели я пил несколько пивасов этой пивоварни. Не все они мне понравились, я буду откровенен. Но копченый пиво мне очень понравилось от этой пивоварни. Итак, что мы видим? Пена немного более кремового цвета, нежели у предыдущего напитка. Ну и пахнет, конечно. Ну и не такая мелкодисперсная, как... Пахнет все так же, как и все три предыдущие. На удивление, да. В общем, по цвету, единственное, что по цвету, да. А по цвету, как вот эти баночные, не как бутилированные. Именно как бутилированные, потому что даже светлее еще. Да. Потому что те-то были всяко темнее. Попробуем вот так вот сделать. Ай! Вот так. Ну, по цвету, да, немножко светлее. По запаху, кстати, более близко. А мне запах нравится. Если мы отталкиваемся от этого, что это вот просто образцы такого, не крафтового пускай, но коммерческого стаута, да? Да. То запах вот этого напитка мне нравится. Он более... он усиленный. Может быть из-за дрожжей. Может быть из-за хмелей. Потому что здесь хмельем каким-то сквозит таким приятно. Кто, у кого у нас нос большой. Если это я чувствую, то ты, мне кажется, должен... Да, я чувствую запах, но мне кажется, это дрожжевая. Да, всего и думаешь? Ну, давай пробовать. Сильно газированный? Нет. Меньше, менее газированный, чем вот этот. А мне казалось больше, но утонченнее. Газа меньше, на языке он не так сильно шипит. И поэтому пиво воспринимается гораздо интереснее. Кстати, оно самое интересное, наверное, из всех вот этих вот. Несмотря на то, что... Я бы его, кстати, поставил в один ряд практически с Биллхевеном. Может быть... Ну, оно совершенно другое. Я бы их вообще в разных категориях вообще оценивал, Саша. Чуть побольше черного цвета, чуть поменьше газации, добавить азотную линию. Ну, как добавить азотную линию? Дорого все-таки, я думаю, все это не окупится. Но, в любом случае, пиво достаточно интересно. Смотри, как быстро опала пена. Пены вообще нету, да? У меня она еще есть. Ну, тебя первый манерал. Если вас не пугает дорога длиной, сколько? 135 километров по Киевскому шоссе. И потом еще в сторону Желомеина. Вокруг да около. А там дороги, ох, там такая терочка. Хорошая терочка. Ну, за этим пиво не обязательно есть в Желомеина. Оно, по-моему, продается в нескольких точках в Москве. По крайней мере, на сайте видео. Ну, если вы хотите купить, может быть, подешевле, я думаю, стоит туда приехать и со всей линейкой сортов ознакомиться. Да. Потому что не факт, если нам понравилось темное, не факт, что вам не понравится, допустим, копченое, то же самое, или РДЛ. Копченое, пускай это вне, как бы, вообще всей этой истории, просто расскажу. С копченым пивом я столкнулся впервые, и оно, на удивление, меня просто поразило. Есть такая, ну, многие, наверное, знают, социальная пивная сеть Антаб, в которой мы тоже присутствуем. И я вот без зазрения совести, без того, что мы варились на этой пивоварне, откровенно поставил 4,25 этому пиву, потому что четверка была просто за то, что это пиво не понравилось. Больше в наше крайнее присутствие на той пивоварне закупился просто практически полный, ну, половидной линейки всех сортов, которые там было. Я взял только РДЛ, и тот... РДЛ Саши не понравился, а мне он показался вполне годным. То есть, это вот такое среднее пиво, которое на каждый день я бы прям покупал, пил. Другое дело, что, может быть, с поправкой на стоимость, да, можно найти что-то подешевле. Да, но если вы откалиброваете что-то осетить на меня, то пиво, которое я пил бы каждый день, это Сальденовский, Цитра и Гэлакси. Да, а пиво, которое пил бы я, многие уже, наверное, знают, это... Угадаешь, какое? Нет. Московская пивоварная компания. Ты что, шмель пивешь каждый день? Ну, это то пиво, которое, вот, середнячок. То есть, всё, что меньше шмеля, это мне не очень нравится, ну, не очень нравится, просто это не самое идеальное пиво, наверное. А то, что лучше шмеля, то лучше. В общем, вполне достойно. Внимание, не знаю, насколько... Добавить немножко черноты. Вот это и вот это, это вообще отдельная история. Я думаю, их даже сравним сложно. Это отдельные напитки, которые... Ну, вот этот я по запаху сравнил бы со всеми тремя, может, даже самым ярким из них. Я бы даже сказал, что он ярче, чем Билл Хеван по запаху. По вкусу, по консистенции, это уж на любителя. А по запаху, да, в парадигме вписывается вполне. Не хочу заметить, спирт не вылазит. В этом напитке. А это были Саша Ген, И Гоша Грибс, проект Первая Варка. Пёрный Беря Брю. Пейте вкусные в меру, подписывайтесь на наш канал в YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вантаппиди. Ну, вантаппиди. Надо пить наше пиво, чтобы туда вступить. Пейте наше пиво, что бы. Мы варим для того, чтобы его пили. Так, дети пришли. Игролин пошёл. Подписывайтесь на наш инстаграм, хэштег Беря Брю, без пробелов. Всем удачи, всем пока. Пока. Всем привет. А там нажатка, там горит. Всем привет. Ну, что же, омеги. Сегодня мы снимаем обзор ЧБ. Ты поставил ЧБ? Нет, я потом редактирую ЧБ. А это сразу ЧБ ставлю. Я хочу... Мы только что отведали Гиннесс. И хочу заметить, что, может быть, для многих это является просто образцом пива, альфа и омега. Наше мнение, оно, может быть, негативно прозвучало, там, или ещё что-то. Оно негативно. Можно взять банку, так и кинуть. Афига, ну... Такие игровые, что ли? Вот это поворот. Дело в том, что... Всё, похоронили канал. Только что. Вот этими вот руками. В общем, сколько людей, столько и мнений. Поэтому я знаю лично людей, которые просто считают Гиннесс, это образец пива, это то, что... Хотим заметить, что это не российский Гиннесс. Да, ну, не знаю. Всё, ладно, хватит про него. Давайте про Мёрфис. Сегодня наснимаемся. На целый год. Включила? Если вы досмотрели видео до этого момента и подумали, что у нас все рояли в кузов закончились, то нет. Это у нас ещё есть пианино, да? Товарищ оператор, вы что тут трыдите? На твою территорию зашла? Да вообще просто. Им метит нещадно. Что это сейчас Ургант, а это... Цепла... Митя... Митя... Залез... Шутит... Смешит... Митя цикала. Митя цикала. Дмитрий хрусталёв. Рояли в кустах на предыдущем баканском пиве не закончились. Для любителей крепкого алкоголя нам рекомендовали, но мы не фанаты, есть какой-то крепкий алкоголь. Но мы не пьём крепкий алкоголь. Как полугар. Мы пьём... Полугар. Мы пьём крепкий алкоголь, но об этом видео мы не снимаем, потому что это, конечно... Об этом мы вообще не говорим. Да. Потому что это зрелище... Откапывать-то пойдёте? Не для слабания. У нас ещё вот это есть.